Библейский портал экзегет.ру представляет 82-й псалом, перевод российского библейского общества для библейского портала экзегет. Песня псалом Асафа. Ну вот еще один псалом Асафа, песня это один из жанров. И предыдущий, 81-й, был таким загадочным и очень богословски негладким. Другие боги у нас участвуют, и надо как-то понять, кто они такие. А вот 82-й, он простой, он такой вот боевая песнь. Там одни богословствуют в 81-м, а другие в 82-м идут на бой. Боже, не будь безучастен, не молчи, не безмолвствуй, Боже. Бушуют враги твои, ненавистники голову поднялись, сговорились против народа твоего. Зло умышляют против тех, кто дорог тебе. Говорят, уничтожим этот народ, даже имя его пусть исчезнет. Все они заодно в сговоре, все в союзе против тебя. И дымитяне в своих шатрах, измельтяне, муа, вагаряне, бибы, ламон, аморикитяне, ферестимлене, жители Тира и Ассирия их поддержала. Стала опорой сынам Лота. Музыка. Поступи с ними, как с Медьяном, как с Сесерой и Явином при реке Кишон, как с убитыми при Андоре, чьи трупы в землю легли, как навоз. С их вожаками, как с вороном и волком, с их вождями, как с Зевахом и Цалмунной, как с теми, кто говорил, мы захватим владения Божьи. Гони их, Божий, как ветер, мекину или перекати поле, как пожар выжигает леса, как огонь опаляют горы. Так смяти их бурей своей, своим вихрем повергни ужас, лица их позором покрой. Пусть все только на имя Твое уповают, пусть бесчестия и срами будут навек, пусть опозорены будут и сгинут, пусть узнают, что имя Твое Господь, что Ты Всевышний над всей землей. Вот такая прям боевая-боевая песня. Здесь упомянуты, во-первых, практически все окрестные народы. Идомитяне в своих шатрах, измаильтяне, Муав, Агаряне, Библ, Аммон, Амаликитяне, Ферестимы, Жители Тиры и Ассирия, как Великая Империя. Ну, понятно, значит, это, наверное, восьмой век, скорее всего, датировка псалма. И вот они все нападают. Но в прошлом Бог победил, да, в самых разных войнах. Медяне и Тиане нападали на израильтяна, еще в период судей. Сесера и Явин при реке Кишон были разбиты и убиты. Эндор еще один город назван, но мы точно не знаем, что там произошло. Вероятно, вот именно там была битва, которая как раз привела к победе над Сесером и Явином. Ворон и Волк, Зевах и Цалмун и разные другие персонажи, которые в тот или иной момент времени воевали с Израилем и были убиты. Это все в книге Суде описано. И вот точно так же повергни всех остальных врагов. Такой простой, немножко наивный псалом. Пусть все только на имя Твое уповают, пусть в бесчестии с рами будут навек, опозорены будут и сгинут. Вот предыдущие псалмы, они такие мучительные. Вот размышления со всех сторон поворачивают, как же это, вот где бы нам, что бы нам. А тут вот бывают простые люди. Бывают люди с очень сложно устроенными мозгами, слишком сложные даже. Вот для них предыдущие 81-е, а 82-е для простых боевых ребят, которые выходят на бой. Но вывод один и тот же. Пусть узнают, что имя Твое Господь, что Ты Всевышний над Сеюземлей. Псалтир ведь не только для разных состояний человеческой души, она для разных устроений человеческой души, в том числе и для людей, которые с мечом обращаются хорошо, а со словом не очень. Вот для них такой патриотичный, боевой 82-й псалом. А 83-й будет по контрасту. Абсолютно для других. Абсолютно для других. Продолжение следует...